МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неделя и ранее на внеочередном заседании депутаты проголосовали за увеличение бюджета Колымы. Почти на 2 миллиарда рублей выросли и расходы. Теперь дефицит региональной казны на 2022 год составляет около 1,4 миллиарда рублей. Или 4,2%. Одним из важнейших решений депутатского корпуса стало повышение заработной платы всем работникам бюджетной сферы региона дополнительно на 2,5%. Сверх уже озвученных на федеральном уровне повышений. Мы с вами знаем, что мы, когда принимали бюджет в декабре, мы часть проиндексировали публичных обязательств, то, что касается определенных категорий населения на 4%. Вот эти 2,5% – это выше. Также большая работа ведется парламентариями по переведению системы публичной власти на муниципальном уровне к федеральным новоделам. Сейчас, когда будут муниципалитеты, там все-таки будут сельские поселения, и, соответственно, в сельских поселениях есть определенные годы для определенных категорий граждан, которые трудятся непосредственно там. Это принято правильное и верное решение. То, к чему мы вернулись, то, что было фактически в 2014 году. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Институт биологических проблем Севера отметил свой юбилей. На протяжении 50 лет ученые изучают популяции, сообщества и экосистемы нашего края. Специалисты проводят исследования по девяти плановым темам. Они анализируют жизнь бактерий, паразитов, рыб и млекопитающих. Здесь интересная работа, здесь интересные объекты для исследования. Здесь, несмотря на скудность научного оборудования, но и массу проблем всяких, посмотрите, что делается на улице, но они едут сюда с желанием работать, с желанием реализовать себя. Вот я чрезвычайно доволен тем, что я увидел в институте. Трудятся в институте порядка 120 человек, среди которых 9 докторов, 44 кандидата наук и 66 научных сотрудников. За последние несколько лет специалисты исследовали наземных млекопитающих, популяционно-генетическое разнообразие растений, молекулярно-генетическую изменчивость рыб и многое другое. В самом основании до сегодняшних дней наша работа посвящена арктическим и субарктическим упорам и паумам, адаптациям северных организмов, сохранению группы природы Севера. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил коллектив института с юбилеем. Он подчеркнул, что вклад организации в развитие города очень большой и нужно продолжать совместную работу. Эта площадка для нашей совместной работы огромная. Я ещё раз вас всех поздравляю. Юрий Гришан вручил собравшимся грамоты и подарки. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил посёлки Сокол и Уптар с рабочим визитом. Внимание главы города привлекли школа, плавательный бассейн и дом культуры. В общеобразовательной школе номер 20 обучается более 450 школьников. Был поднят вопрос о проведении уроков физкультуры в плавательном бассейне не только для первоклассников, но и для всех учащихся. Разбивайте к чёртовой амортирую. Как в Буратино, помните? Что там за этим очагом? Что там очаг был нарисован на плакате? И организовывайте уроки физкультуры не только для первого класса. В рамках выезда на месте сразу же был составлен план по улучшению осмотренных зданий. Решены вопросы с выделением бюджетных средств на ремонтные работы, в том числе замену кровли и окон в детском саду. На самом деле сколько это получается? 11 миллионов по детскому тазу кровля и окна. Они должны готовить документы на ухо. 11 миллионов 300 – это на следующий год. Посмотрим, чтобы сделать фасад. Мэр города Юрий Гришан прокомментировал предстоящие перемены. В Уптаре могут быть перемены, связанные с тем, что главное предприятие, которое здесь у Средниканга строя, оно снимается на стройку теплоэлектростанции в Хабаровске, газовую станцию они строят, силы они забирают отсюда. И это повлияет, конечно, на демографию поселка. Я надеюсь, что после у Средниканга строя и на их производственную базу, в том числе, придут серьезные какие-то структуры, которые удержат все-таки демографию. Также в поселках Сокол и Уптар пройдет прием мэра по личным вопросам. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко. Магаданское время. Заслуженный геолог России Юрий Прус отмечает свой юбилей – 85 лет. Старожил Магадана начал трудовую деятельность в 1961 году старшим техником-геологом. В 70-х годах прошлого века под его руководством открыты десятки новых рассыпных месторождений золота. Юрий Васильевич – автор многих научных статей и работ. Юбиляра поздравил мэр Магадана. Юрий Гришан пожелал имениннику крепкого здоровья и вручил подарок. «Планы мои таковы, что я, как это, не прискорбный или печальный, я не собираюсь никуда уезжать. Это моя жизнь, моя родина. Ну, родина есть родина. И какая бы она ни была суровая, холодная, ну, это родина, я люблю ее. И мне здесь очень комфортно». Без цели и задач для меня – жизнь пресная, отметил Юрий Прус. Он поблагодарил градоначальника за пожелания. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру крепкого здоровья и творческих успехов. На базе русской спортивной школы в районе Горохового поля в минувшие выходные прошел фестиваль зимних видов спорта. Посвящен он годовщине проведения зимних олимпийских игр в Сочи. Провели соревнования по слоубордкроссу, по прыжкам на лыжах, трамплина и другое. «Соревнования проводятся среди детей, это воспитанники наших спортивных школ. Русская горнолыжная школа, школа Олимпийского резерва и спортсмены школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам. Как раз наша будущая надежда нашей и города Магадана, я думаю, и сборной страны, что мы ждем пополнения сборных команд Российской Федерации спортсменов именно из наших спортивных школ». В состязаниях по сноуборду приняли участие мальчики и девочки разных возрастных групп от 2006 года рождения и старшие. Ребята отмечают, что соревнования были интересными, однако без трудностей не обошлось. «У нас сложные, есть трамплины, нужно обрабатывать роллы, и нужно вкатывать, чтобы хорошая была скорость, чтобы хорошо проехать, удачно, ну и главное, чтобы не падать». Также в этот день провели эстафету «Семейные старты». Организатор соревнований «Департамент физической культуры и спорта Федерация лыжных гонок Магаданской области и РГШ Магадан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова